Давит, давит и психологически тоже, как вчера Сорина, пытаясь удержаться, но вот это уж совсем рано. Целый спуск надо будет проходить со флагом, конечно, запас большой. Но, надеемся, не упадет. Да, не упала. И с триколаром финиширует. И француженки сегодня, может быть, только в самом начале дали повод сомневаться в чем-либо. Ну, а сейчас увереннейшая победа. И, естественно, как четверка. Четверка, если брать всю четверку, то самая быстрая четверка. У них очень ровный состав по скорости. Конечно, это претендентки на Олимпийское золото в числе первых. Пыталась атаковать Ройсланд сейчас шведка. Но не очень-то и места было здесь достаточно все-таки с этим перегибом, с этим разворотом на 180 градусов. Некуда было лыжи протолкнуть, и она снова оказалась, откладывая это все. Но потом на финишную прямую оказывается за Ройсланд. Чувствуется запас сил. Хорошо высидела она и в плане аэродинамики тоже. Жезберг, несмотря на то, что несколько выше ее, выше норвежки я имею в виду, расталкивается хорошо, идет вплотную. Так, здесь достаточно короткая финишная прямая. Соло принимает поздравления вместе с белорусской четверкой. Очень уверенная. Второе место за третье сражение. Шаг в шаг практически. И понадобится фотофиниш практически гарантированно. Полушпагат не получился ни у той, ни у другой. Ну и надо сказать, что вообще роскошный полушпагат и с винтовкой на спине не самое приятное.